Друзья, всем привет! Я думаю, что вы уже все в курсе конфликта, который разгорается на площадке YouTube на просторах интернета между компанией Папа Карло, это обзор инструментов и магазины, и российской инструментальной компанией Интерскол с мощностями в провинциях, которые выпустили совершенно уникальный многофункциональный девайс, который режет, пилит, сверлит, долбит, пытается выпустить воздух по мере возможности и даже, не побоясь этого слова, стрижет траву. Этот девайс попал к ребятам из Папа Карло, и они, в свою очередь, сделали на него довольно-таки интересный обзор, указали положительные стороны, так и моменты, на которые стоит обратить внимание. А ребятам из инструментальной компании это не понравилось, они сочли этот обзор некорректным, возможно, порочащим честь и достоинство, и в качестве компенсации подали в суд, на суммы ни много ни мало, в 15 миллионов рублей в сторону компании Папа Карло. Ребята из Папа Карло делают совершенно уникальные обзоры, которые позволяют сэкономить время, деньги, нервы, не у всех есть возможность перебирать инструмент в поисках оптимального решения для какой-то конкретной задачи. Я выражаю глубочайшее уважение ребятам из Папа Карло и надеюсь, что этот конфликт будет разрешен в досудебном порядке. Все сделают свои выводы, особенно компания Интерскол, которая будет, надеюсь, прислушиваться к мнению мастеровых, к мнению действительно конечного потребителя их продукции, а не к мнению менеджеров. Друзья, а прецедент, конечно, весьма серьезный, потому что получается, что каждому обзорщику, блогеру, потребителю можно заткнуть рот за те или иные слова, которые могут производителю или какому-то еще человеку, третьим лицам показаться неверными. Откуда же мы будем получать информацию? Прошу об этом задуматься. Всем пока. Спасибо.